Данная информационная программа предназначена в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения. Здравствуйте! В студии Василий Моисеенко. Прямо сейчас мы расскажем о последних событиях в стране и в мире. Новое внеочередное заседание Муниципального совета Кишинева, организованное в пятницу по требованию ПДС, не состоялось из-за отсутствия кворума. Подготовка к Рождеству идет полным ходом. Одни молдаване ходят по магазинам, другие по старинной традиции режут свинью. Поляки вновь не пропускают украинские грузовики через границу. Подробности через несколько минут. Великобритания уходит под воду. Шторм Хенг принес в Соединенное Королевство обильные осадки. А вот Северную Европу накрыли экстремальные холода. Об этом и многом другом смотрите в выпуске новостей. Новое внеочередное заседание Муниципального совета Кишинева, организованное по просьбе ПДС, не состоялось из-за отсутствия кворума. И снова навстречу пришли только советники фракции ПДС. Последние обвиняют мэра столицы в бойкоте и снова подняли вопрос о закрытии групп продленного дня. Чтобы вы понимали, мы находимся на той стадии, когда фракции не созданы и советники не делегированы в специальной комиссии. Мэр не работал два месяца, но что он делал за это время? Был в размышлениях. Мы верим, что в конечном итоге для определенных социальных слоев в Кишиневе будут приняты определенные решения. Спустя два месяца мэр принял решение ликвидировать группы продленного дня. Или мы, избранные советники во главе с мэром Кишинева, должны заботиться о кишиневцах? После заседания МСК, которое так и не состоялось, представители ПДС пришли в кабинет мэра Иона Чебана, чтобы с ним поговорить. Однако там они его не нашли. Позже они пришли в кабинет вице-мэра Ольги Урсу, которая ответила на вопросы представителей ПДС. Я не хочу задавать вопросы и приводить цифры по поводу тех 158 миллионов. Почему для некоторых населенных пунктов нашлись деньги по этим делегированным полномочиям, но для Кишинева их не нашлось? Цифры за последние три года того, что не было предоставлено муниципалитету, но потрачено им из местного бюджета, вы прекрасно знаете. Составляют более 1 миллиарда 200 миллионов леев. Это деньги, которые муниципалитет потратил и не смог перенаправить на инвестиции. Он взял их из инвестиций и потратил на текущие расходы. Когда мы будем обсуждать муниципальный бюджет в ходе общественных консультаций, будут разъяснены все направления, в которые направят инвестиции и куда будут расходоваться. Позже мэр столицы Ион Чебан охарактеризовал действия членов ПДС как, цитата, «шоу, которое члены ПДС устраивают каждый день, в том числе на заседаниях МСК». Отметим ранее, мэр столицы отметил, что без финансирования из госбюджета мэриям сложно выжить. По его словам, мэрия Кишинева не закрывает группы, а их организация остается на усмотрении учителей и родителей, как это делалось до сих пор в Кишиневе. Что касается организации заседания муниципального совета, Ион Чебан заявил, что был период отказа от мандатов некоторых избранных должностных лиц и что все мандаты должны быть утверждены, а затем они перейдут к четкой процедуре проведения заседаний МСК. Тема предстоящих президентских выборов в этом году остается одной из самых обсуждаемых в обществе. Так, например, бывший глава Конституционного суда Александр Танаси считает, что выдвижение кандидатуры действующего президента на второй срок связано с продолжением пути по евроинтеграции государства. Поэтому смена главы государства в данном случае изменит и саму политическую ситуацию во всей стране. Комментируя тему возможного появления компроматов, в президентской предвыборной кампании Александр Танаси выразил мнение, что в Молдове такими вещами уже людей не удивишь. И вряд ли, по мнению юриста, это сильно повлияет на результаты голосования. Есть определенные ситуации, когда определенные компроматы могут сработать. Они могут даже изменить исход выборов на последних 100 метрах. Но в случае с Республикой Молдова по итогу последних 12-13 лет, где запачкано абсолютно все с грязью, мы вряд ли найдем человека, который не был бы запятнан с ног до головы той или иной стороной. Поэтому изменить исход выборов будет очень сложно, если такие вещи будут сделаны публичными. Что касается реформы юстиции, то бывший глава Конституционного суда считает, что многие системные вещи этой области уже были реформированы раньше. В частности, что-то было сделано при правлении коммунистов. Но Александру Танаси говорит, что если даже реформа завершится сегодня, рядовые граждане будут ей доверять не раньше, чем через 10 лет. Пока люди в вопросах общественного мнения дают другие ответы, дело не сдвинется с места. Они должны в конце концов через 2-3 года закончить этот ветинг, после чего потребуется очень настойчивая кампания по информированию, по примирению общества с судебной средой, чтобы как-то эту работу сделать. И чтобы в перспективе 10 лет, что будет окей, достичь ситуации, когда, скажем, будет 70%. Власти непризнанной ПМР намерены вовлечь в процесс обсуждения разрешения ситуации, связанной с введением таможенных пошлин для кампаний Приднестровского региона участников переговорного формата 5 плюс 2, в том числе Мальто, действующего председателя ОБСЕ. Причина – недовольство, связанное с положениями Молдавского таможенного кодекса, который вступил в силу с 1 января и касается экономических агентов Левобережья Днестра. В четверг на совещании у лидера непризнанной ПМР подчеркнули, что начало 2024 года было отмечено для приднестровских участников внешнеэкономической деятельности новыми сложностями. Сообщается, что власти Приднестровского региона получили информацию о требовании со стороны молдавских таможенников по отношению к экономическим агентам с Левобережья Днестра уплаты ранее невзымаемых таможенных пошлин. Действительно, в прошлом году, перед завершением года, мы провели заседание экспертных рабочих групп профильных по вопросам экономики. Никаких сигналов с молдавской стороны о том, что планируется введение такого рода дополнительных обременений фискальных не было. Тем не менее, то, что мы находимся в новой реальности, которая, конечно, создает дополнительные сложности. Здесь можно говорить о том, что одной рукой Европейский Союз предоставляет нам по десятей возможности работать с Европейским Союзом, занимаясь внешнеэкономической деятельностью. Другой рукой у нас это возможно забирают, создавая внутренние проблемы, что касается налогов, платежей по данным внешнеэкономической деятельности и возможности регистрации счетов в банках Молдовы наших предприятий. Следует отметить, что 3 января таможенная служба опубликовала пресс-ресс, в котором напомнила, что с 1 января 2024 года со вступлением в силу Таможенного кодекса Республики Молдова все экономические агенты, в том числе из Приднестровского региона, будут платить таможенный налог на общих принципах с учетом преференции, предоставленных в соответствии с договорами и международными соглашениями, стороной которых является официальный Кишинев. Проще говоря, теперь приднестровские компании должны будут платить таможенную пошлину на ввоз и вывоз товаров, как и все остальные предприятия. Таким образом, льготы, которые были введены пунктом 6 статьи 4 закона номер 1380 1997 в отношении таможенной пошлины, а именно импортная и экспортная операция, осуществляемая экономическими агентами, расположенными на территории Республики Молдова, которые не имеют налоговое отношение с бюджетной системой, осуществляются в порядке утверждаемым правительством, были отменены. В результате, чтобы обеспечить принцип равенства для всех представителей бизнес-среды в Республике Молдова, таможенная пошлина должна взыматься на основании закона номер 172 дробь 2014 об утверждении комбинированной номенклатуры товаров. Изменения в кодексе прокомментировал для одного из молдавских порталов бывший вице-премьер по реинтеграции в правительстве Майи Санду Александр Фленке. Полная интеграция экономики региона, молчаливая и неуклюжая, отпугивает немногие независимые от шерифа компаний, облагая налогом импорт. При этом крупные компании, контролируемые шерифом, получают льготные контракты и незаслуженные разрешения. Мы покупаем дружбу большого босса, но взамен теряем доверие тысяч граждан и сотен компаний, в остальном лояльных Кишиневу. В самом бюро по реинтеграции добавили, что данное изменение таможенного кодекса уравнивает экономических агентов правого и левого берегов Днестра. И об этом власти непризнаны ПМР, знали. Изменение нормативной базы, регулирующей деятельность экономических агентов из Приднестровского региона, осуществляется в контексте их постепенного включения в единое экономическое и торговое пространство Республики Молдова, а также обеспечения условий добросовестной конкуренции для всех экономических агентов, осуществляющих свою деятельность на территории страны. Непризнанный ПМР проживает порядка 360 тысяч граждан Республики Молдова. С 1 января по 14 сентября прошлого года гражданство получили еще более 2100 человек. В Бельцах в эксплуатацию сдали транспортную развязку, о начале ремонта которой было объявлено еще пять лет назад. Об этом на своей странице в Фейсбуке объявил премьер-министр Дорий Наричан. После пяти лет затягиваний транспортный узел в Бельцах в итоге был сдан в эксплуатацию. Это очень важная развязка для севера страны, для разгрузки движения, в том числе и для бельчан. В этом году, в 2024-м, мы продолжим исполнять нашу загруженную повестку по развитию дорожной и мостовой инфраструктуры в Республике Молдова. Отметим, на этой неделе Государственная администрация автомобильных дорог сообщила также и о завершении строительства 19 современных остановок общественного транспорта на национальных дорогах страны. За последние годы в муниципе Кишинев было установлено 450 остановок общественного транспорта, в том числе на отремонтированных улицах. Информацию опубликовала столичная мэрия на официальной странице в Телеграм. Сообщается, что работы были выполнены мэрией столицы в сотрудничестве с рядом партнёров из государственного и частного секторов. В более чем 130 локациях установлены новые остановки, из них 21 двойная, построены площадки ожидания, в том числе на местах, где их раньше не было. При этом территория вокруг остановок автобусов и троллейбусов благоустроена и адаптирована для нужд людей с ограниченными возможностями. Речь идёт о применении тактильной брусчатки, об устройстве пандусов и понижении уровня бордюров. Новые остановки отличаются более прочной и эстетичной конструкцией, наличием информационных панелей и досок для объявлений, отметили в мэрии. Каждая станция обозначена табличкой с названием и оснащена ночным освещением. 39 остановок, в том числе 10 двойных, имеют такое оборудование, как городское освещение, электрические и осветительные элементы. Стоимость работ составляет 87 700 лив за остановку. Всего на территории муниципе Кишинёв 952 остановки общественного транспорта, 619 в городской черте, 333 в пригороде. Спортсменка из Молдова Лиса Глинка впервые за последние несколько десятилетий примет участие в соревнованиях по конному спорту на летних Олимпийских играх 2024, которые пройдут в Париже. В Национальной Федерации конного спорта отметили, что это грандиозное достижение страны в истории данного вида спорта. О других событиях в рубрике «Короткой строкой». В декабре 2023 года депутаты проголосовали за 122 проекта нормативных актов. 44 из них были одобрены в первом чтении, а 78 приняты во втором чтении. Также в последний месяц 2023 года в законодательную процедуру вошли 57 проектов. Из общего количества нормативных актов, принятых во втором чтении, 53 являются законами. 23 постановлениями. На пленарном заседании парламента было рассмотрено 17 актов, направленных на гармонизацию национального законодательства с законодательством ЕС. В декабре прошлого года парламент провел 4 пленарных заседания. В Столичном институте неотложной медицинской помощи весной сдадут в эксплуатацию новое отделение реанимации. Одновременно рядом с отделением будет сдан в эксплуатацию новый хирургический блок с 15 современными операционными залами со сверхсложной системой вентиляции и обеззараживания воздуха. Об этом сообщила министр здравоохранения Алла Немеренко в социальных сетях. Академия экономического образования Молдовы получила более 629 тысяч евро в рамках проекта «Высшее образование в Молдове» реализуемого Минобразование при финансовой поддержке Всемирного банка. Деньги выделяются на модернизации инфраструктуры учреждений, а также учебных программ. Будут оборудованы дополнительные учебные аудитории, чтобы навыки выпускников соответствовали требованиям рынка труда. Обновится и учебная программа ВУЗА. В рамках проекта «Высшее образование в Молдове» почти 25 миллионов евро, выделенная на модернизацию семи университетов и шести педагогических колледжей в стране. Инспекторы по охране окружающей среды Дандюшан выявили три случая незаконной вырубки и вывоза древесины на охраняемых территориях. Так, в лесополосе, которая находится в ведении мэрии села Плоп, инспекторы обнаружили 110 пней, акации и клёна диаметром от 10 до 30 сантиметров. Они были незаконно вырублены неизвестными лицами, в результате чего общий объем древесины составил 5 тысяч 769 кубических метров. Ущерб, нанесенный окружающей среде, оценивается в 4 тысячи 590 леев. В прошлом году на работу устроились 11 тысяч 56 граждан. Об этом сообщают представители Национального агентства занятости населения. Из общего числа тех, кто обратился на биржу труда, 8 тысяч 916 человек безработные, 232 человека, паденщики или те, кто устроился по контракту сроком до 3 месяцев. Из общего числа трудоустроенных 4 тысячи 6 женщины, 36,2 процента. 1577 лица в возрасте от 55 до 63 лет, 14,3 процента. 268 инвалиды, 2,4 процента. 240 граждан Республики Молдова, вернувшиеся из-за границы, 2,2 процента. И 87 ромы, 0,8 процента. Из общего числа безработных на бирже труда 3 603 женщины, это 40,4 процента. 5 тысяч 818 люди без профессиональной квалификации, это 65,3 процента. И 5 тысяч 637 безработные из сельской местности, 63,2 процента. По виду экономической деятельности люди устраивались на работу в разных сферах. 25 процентов другая сфера деятельности, 12 процентов промышленность, 11 процентов сельское хозяйство, 9 процентов оптовая и розничная торговля, 4 процента государственное управление и оборона, 4 процента образование, 2 процента здравоохранения и социальная помощь и так далее. За этот же период территориальными подразделениями нацагентства занятости населения было зарегистрировано 32 219 вакансий. Ведомство рекомендует людям, ищущим работу, обратиться в одно из территориальных подразделений по трудоустройству для получения помощи. Услуги бесплатные и предназначены как для людей, ищущих работу, так и для трудоустроенных людей, но желающих сменить место работы. Начиная с 1 января этого года пособия на детей будут назначаться национальной кассой социального страхования из офиса. В связи с этим родителям с маленькими детьми больше не придется письменно подавать заявление на получение социальных выплат. Минтруда и социальной защиты отмечают, что дополнительные льготы будут предоставляться в инициативном порядке на основе данных государственных информационных систем. Речь идет о единовременном пособии при рождении ребенка, ежемесячном пособии на воспитание двойни до трехлетнего возраста или нескольких детей от одной беременности, а также ежемесячном пособии по уходу за ребенком до двухлетнего возраста, предоставляемого всем детям независимо от статуса родителя, застрахованного, незастрахованного лица. Также не нужно будет подавать заявление на получение пособия на воспитание ребенка до достижения им трехлетнего возраста, изначально установленного на весь период в 36 месяцев, с возможностью последующего запроса изменения варианта на срок в 12 месяцев или 24 месяца. Социальные пособия детям-инвалидам будут выделяться без подачи соответствующего заявления. Государственное пособие будет назначено из офиса матери-ребенка на основании информации, направленной Национальным советом по установлению инвалидности и трудоспособности и данных, предоставленных агентством государственных услуг. Если несовершеннолетнего представляет иное лицо, а не мать, обязанность подачи заявления лично путем обращения в территориальный орган социальной защиты с подтверждающими документами сохраняется. Также с 1 января единовременное пособие при рождении ребенка составляет 20 тысяч леев, увеличившись по сравнению с прошлым годом чуть более чем на 9 тысяч леев. Новые изменения коснутся 33 тысяч матерей, которые получат единовременное пособие при рождении, и более 114 тысяч детей, которые будут получать ежемесячное пособие по воспитанию и уходу за ребенком до двух или трех лет. С 6 по 9 января бензин подорожает еще на 1 бан, ну а дизельное топливо потеряет в цене 8 банов. Об этом сообщает Национальное агентство по регулированию в энергетике. Таким образом, литр бензина 95 с пятницы по вторник будет заливаться по 22 леев 93 бана. За такой же объем дизельного топлива автовладельцам придется заплатить 20 леев 58 банов. В дни празднования Рождества на всей территории страны будут дежурить свыше 400 спасателей пожарных. В то же время в преддверии праздника сотрудники ген-инспектората по чрезвычайным ситуациям проводят информационную кампанию с настоятелями церквей различных конфессий. Специалисты призывают священнослужителей неукоснительно соблюдать правила противопожарной защиты, чтобы не подвергать опасности прихожан, которые будут находиться в храмах. Сотрудники ГИЧС призывают ответственных в сооружении культа строго соблюдать правила пожарной безопасности. Таким образом, храмы должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения. Пожарные предупреждают, что для предотвращения риска возникновения возгораний в церквях, соборах и монастырях, печи и дымоходах необходимо проверять и эксплуатировать по установленным правилам. В то же время спасатели просят священнослужителей вести разъяснительную беседу с прихожанами. Дело в том, что многие верующие по традиции захотят взять частичку церковного огня домой. Граждан просят с максимальной осторожностью пользоваться открытым огнем, а также свечами. Свечи необходимо хранить в специальных местах внутри храмов. При этом в целях предотвращения пожаров запрещается перегружать электрическую цепь путем подключения нескольких электроустановок. Прихожан просят строго соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы не подвергать свою жизнь опасности, а подъезды к местам культа для автомобилей и экстренных служб должны быть свободны. В то же время сотрудники генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям напоминают населению о том, что правила противопожарной безопасности должны соблюдаться и дома. Источники открытого огня нельзя оставлять без присмотра или в доступном для детей месте. Печи и обогреватели необходимо проверять и не эксплуатировать в случае видимых дефектов. В чрезвычайных ситуациях звонить по номеру 112. Пограничная полиция сообщает, что в пунктах пропуска Леушена-Албица-Искулиены выстраиваются очереди из желающих пересечь границу Республики Молдова и въехать в Румынию. В связи с этим сотрудники пограничной полиции предпринимают дополнительные меры по оптимизации движения. В сложившихся обстоятельствах службы погранконтроля работают в усиленном режиме. Приняты меры для оптимизации трансграничного движения. Речь идет об увеличении числа сотрудников. На первой линии открыты дополнительные контрольные полосы с применением системы «Реверс». На данный момент работа идет в усиленном режиме совместно с властями Молдовы и Румынии. В то же время представители погранполиции выступили с рядом рекомендаций для граждан, намеревающихся покинуть страну. Причиной увеличения трафика может стать возвращение диаспоры или иностранных гостей, посетивших Республику Молдова обратно в европейские государства, где они работают или живут, либо отъезд наших соотечественников, которые запланировали отдых за пределами страны. Мы продолжаем призывать путешественников выбирать другие пункты пересечения границы в Лиово, Костештах и Ликоголе, где минимален транспортный поток. Компания «Термоэлектрика» сообщила, что третий энергоблок был остановлен в ночь на 4 января в 23.53. Произошло это из-за неисправности в экономайзере котла, которую необходимо ликвидировать. Ремонтные работы займут около 2-3 дней. Экономайзер энергоблока номер 3 работает 45 лет. Отметим, что на 2024 год в инвестиционном плане запланированы работы по замене экономайзера энергоблока номер 3 на новый, который сейчас находится в производстве на заводе. Ликвидацию возникшего нарушения планируется устранить в течение 2-3 дней, чтобы к 7 января энергоблок снова включили в сеть. При этом представители компании отметили, что ремонтные работы на энергоблоке номер 1 находятся на завершающей стадии, параллельно идут испытания. По информации представителей компании, ожидается, что 15-16 января энергоблок номер 2 будет введен в эксплуатацию. Сообщаем, что на данный момент энергоблок номер 1 работает. Тепловой режим централизованной системы теплоснабжения обеспечивается в соответствии с заданными параметрами. Отключение блока не затрагивает потребителей тепловой энергии. То есть все потребители, подключенные к централизованной системе теплоснабжения, обеспечиваются тепловой энергией. В Термоэлектрика напомнили, что 8 января административный офис компании работать не будет. С приближением Рождества в некоторых домохозяйствах Молдовы еще придерживаются традиции закалывать поросенка к праздничному столу. Для многих жителей, особенно жителей сельской местности, зимние праздники не обходятся без забоя свиньи, которую откармливали для этого весь год. Подробности в репортаже моего коллеги Александра Статного. В канун Рождества у Сергея из села Мирены Новоаненского района во дворе своего дома по-настоящему большой переполох. Это для кого-то зарезать свинью обыденность, а для его семьи это традиция, которая соблюдается из года в год. Сергей ее унаследовал от отца и даже деда. У нас такое обычае перед Рождеством, режем поросят, чтобы на столе было богато мясо, чтобы было. Год растил, это вьетнамская порода, хорошая порода. Это еще с детства, это у нас каждый год эти традиции. Как и положено, Сергею на помощь пришли его соседи. Процедура не очень простая, но и не сложная, больше приятная, потому что каждый раз, когда праздники, я еще от наших дедов помню, на Рождество всегда резали поросенка. Господарии din Мирены не у повестит и обе традиции, которые были пастраты из мощи-страможи, после таярия порку, в специально, что-то, что-то, когда ты ашешь на порку таят. Свинью заворачивают, и дети залезали на нее и сидели минут пять, смотря, сколько малышей было. Я говорю о нас, когда мы были маленькими. Но сейчас наших детей и внуков здесь нет, а мы залезали сверху, нам было жутко интересно. Была другая жизнь, не так, как сейчас, когда все сидят только в интернете, в компьютерах и телевизорах. Вот сколько мы режем, сколько уже много лет, но такой вот первый раз получилось, что без снега, без морозов, вот не знаю сколько сейчас, но 10, наверное, больше градусов тепла, что вот мы режем поросенка. Ну, что делать? Все под Богом ходим, Бог решает, когда давать снег, когда нет. И так, как положено у Молдаван, герои нашего репортажа, пожелали зрителям нашего телеканала счастливых праздников. Дай Бог, чтобы наши традиции соблюдались и в будущем, чтобы на протяжении всего года мы могли встречаться с нашими соседями, братьями и сестрами, с нашими детьми и внуками. Я желаю, чтобы был мир на земле, дружба и уважали друг друга, вот это самое главное, и здоровье. Счастливого Рождества, чтобы вы все были здоровы. Ламуль Сан. Перед празднованием Рождества жители Кишинева отправились на рынки, чтобы пополнить запасы продовольствия. Большинство людей, с которыми поговорила наша съемочная группа – пенсионеры. Они рассказали, что накроет праздничный стол из того немногого, что есть. Пришла за чем-нибудь ребенку, ведь Рождество – большой праздник. Мы закупились раньше, перед Новым годом. Есть кролик, творог, сметана для детей и что-то, что мы можем себе позволить, потому что цены ужасные. Всего пощищать. Голубцы самое главное. Голубцы, курица, или, как говорят, всего понемножку. Конечно, с нашей пенсии две тысячи не раскатаешь губу, но что-то надо. Праздник есть праздник. Я мне войдет по тренжел. Нужна петрушка и сметана, и я пришла с внуком. По работе и цены люди работают в селе, и их нужно отблагодарить. Продавцы, в свою очередь, говорят, что хотели бы видеть больше покупателей у прилавков, причем не только по праздникам, а каждый день. Слабая торговля, покупателей очень мало. Надеемся, что придут еще после обеда. Но в последнее время людей очень мало. Товар у нас есть, но покупателей толком нет. У нас есть брынза, сметана, молоко, масло и домашние яйца. Цены высокие, но что делать? Ведь наша работа такая же большая, как и цены. Так что все в норме. Помимо республики Молдова, Рождество по старому стилю отмечают в Грузии, Черногории, Болгарии, Российской Федерации, Македонии, Греции, Сербии и даже Эфиопии. Мы прервемся на короткую рекламу, после которой продолжим выпуск. Рождество в стране ожидается метель, мокрый снег и гололед. По данным Государственной гидрометеорологической службы, начиная с 7 января в Молдову придет волна полярных воздушных масс, а затем южный циклон. В ближайшие два дня мы ожидаем теплую погоду, более весеннюю, после чего погода изменится. Начиная с 7 числа, если мы все еще ожидаем положительных значений, но близких к норме, то начиная с 8 января они уменьшатся. Соответственно, ночью ожидается от минус 5 до минус 10 градусов по Цельсию, а 10 числа температура упадет до минус 12, минус 17 градусов по Цельсию. Днем столбики термометров будут колебаться в пределах от минус 3 до минус 8 градусов по Цельсию. Однако низкие температуры будут не единственной проблемой. Одновременно с полярным воздухом нашу страну накроет южный циклон, который и принесет осадки. 7 числа ожидаются осадки в виде дождя, потому что температура, как я уже сказал, положительная, после чего ожидается мокрый снег, а затем и снег. На фоне отрицательных температур у нас явно будут осадки в виде снега. С прохождением этого циклона в некоторых местах пройдут сильные дожди, что приведет к образованию гололедицы. И не исключено, что нас ждет и усиление ветра. В то же время Геннадий Рожко отметил, что если погода внезапно изменится, Государственная гидрометеорологическая служба выпустит предупреждение о неблагоприятных погодных условиях с 7 по 9 января. 9 остановок за неделю сделает госсекретарь США, вылетевший на Ближний Восток на пике регионального кризиса. Энтони Блинкин едет туда уже четвертый раз с начала войны Израиля против Хамас. Как сообщил Госдепартамент США, у американского представителя масштабные задачи – попытаться сгладить эскалацию конфликта, обсудить расширение поставок гуманитарной помощи в газу и, возможно, поднять вопрос о будущем послевоенном управлении Анклавом. «Госсекретарь считает, что нам нужно попытаться добиться прогресса в обеспечении гуманитарного доступа. Он считает, что нам нужно добиться прогресса в минимизации ущерба для палестинских гражданских лиц, пытаться и дальше сдерживать конфликт от эскалации». В рамках турне Блинкин посетит Турцию, Грецию, Иорданию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Израиль, западный берег реки Иордан и Египет. Визит проходит через несколько дней после масштабного теракта в Иране, где в результате взрывов смертников погибли около ста человек. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство». Цехал заявил, что в четверг нанес удара по нескольким целям в районе Маруна-Лерас на юге Ливана и вдоль границы после того, как было выявлено несколько запусков в сторону Израиля. В свою очередь Хизбаллах утверждает, что его боевики совершили 11 атак на израильские посты, в том числе четыре с использованием ракет «Буркан» с тяжелыми боеголовками, которые редко использовались в ходе текущего конфликта, передает Евронес. Бои усиливаются на юге и в центральных районах сектора Газа, где, по сообщению Цахал, были нанесены удары по нескольким противотанковым отрядам «Хамас». Палестинский «Красный полумесяц» сообщил об интенсивных и непрерывных обстрелах своей штаб-квартиры в Хан-Юнисе и близлежащей больнице «Аля-Маль». По словам представителей организации, в результате израильского удара погиб по меньшей мере один человек. Еще шестеро получили ранения. Два дня назад в результате удара по тому же комплексу погибли пять человек, добавили в «Красном полумесяце». Цахал изучает обстоятельства случившегося. На фоне сообщений о голоде в Анклаве Израиля судил ООН за затягивание доставки помощи в газу. В Минобороны заявили, что через КПП «Керем Шалом» не проходит и сотни грузовиков в день вместо 200 обещанных ООН. Южно-корейские и американские военные провели совместное учение у границ Северной Кореи с участием тяжелой техники и боевыми стрельбами. Пхеньян осудил за опасные действия союзников. За последние годы они существенно увеличили масштаб совместных маневров на фоне скалации напряженности на корейском полуострове. Учения длились неделю. В них было задействовано более 110 единиц боевой техники, включая танки южно-корейской армии, зенитную артиллерию и боевые землеройные машины, а также американская штурмовая авиация и боевые бронированные машины, передает Рейтер. В последние годы Сиул активизировал военные учения с союзниками на фоне угроз со стороны КНДР. Так, в конце декабря Южная Корея провела независимые учения, имитирующие ядерную атаку Северной Кореи в рамках усилий по оттачиванию возможностей реагирования на военные угрозы Севера. Китай, в свою очередь, осудил двухдневные совместные учения ВМС США и Филиппин в Южно-Китайском море. Местные власти заявили, что стороны должны уважать усилия Пекина по поддержанию стабильности в регионе, а военные патрулирования не способствуют улучшению обстановки в море и разрешению разногласий. Пекин также подчеркнул, что не закроет глаза на провокации Манилы и Вашингтона и продолжит защищать свои права и интересы. Отметим, что Китай и Филиппины на протяжении десятилетий спорят о принадлежности островов в море. КНР настаивает на том, что они полностью находятся на ее территории. Поляки вновь не пропускают украинские грузовики через границу из-за споров о так называемом транспортном безвизе для украинцев. Акция протеста была отложена на время праздников, но теперь перевозчики готовы стоять на КПП до весны, передают Евронюс. Новогодняя пауза продлилась недолго. Польские дальнобойщики возобновили пикетирование на пограничном переходе Медыка с Украиной. На территории Польши, по сообщениям, скопилось порядка 800 грузовиков, направляющихся в соседнюю страну. В то же время, как отмечают в украинской погранслужбе, организаторы протестов не препятствуют движению автобусов и легкового транспорта. Также через границу продолжает поступать гуманитарная помощь. Конфликт длится уже два месяца. Польские перевозчики жалуются на то, что проигрывают в конкуренции с их украинскими коллегами, которые работают на европейских дорогах и предлагают более низкие тарифы. Более ста протестующих фермеров попытались в четверг заблокировать паром с находившимся на его борту вице-канцлером ФРГ Робертом Хабеком. Инцидент произошел на севере Германии. Политик возвращался из отпуска, но на причале паром встретил разгневанные фермеры и потребовали встречи. Чтобы разблокировать паром, полицейские применили против фермеров перцовый газ. Как сообщила пресс-секретарь Хабека агентства ДПА, министр с радостью согласился бы поговорить с протестующими, однако ситуация с безопасностью не позволила провести беседу. Немецкие фермеры с декабря организуют массовые акции протеста против намерения властей сократить сельскохозяйственные субсидии. В рамках экономии бюджетных средств фермеров в 2024 году собирались лишить скидок на дизель и налоговых льгот. По подсчетам германского Минфина, эта мера поможет сэкономить для бюджета 480 миллионов евро ежегодно. За этим последовали масштабные протесты, а накануне стало известно, что Кабмин ФРГ решил скорректировать свои планы, отменить льготы не полностью и одновременно, а постепенно и не в полном объеме. Остановит ли это новый протест, запланированный на январь, неизвестно. Государственный долг США впервые в истории превысил 34 триллиона долларов. Этот показатель достигнут после того, как в июне прошлого года республиканцы и Белый дом договорились временно отменить лимит по нему, что предотвратить риск дефолта. Ежедневно только на покажение процентов тратится миллиард 800 миллионов долларов. В январе 2020 года бюджетное управление Конгресса прогнозировало, что воловой федеральный долг превысит отметку в 34 триллиона долларов в 2029 году. Но это произошло гораздо быстрее, чем ожидали эксперты. Одна из причин – пандемия, которая остановила большую часть экономики США. Расходы правительства росли. Для стабилизации оно занимало крупные суммы и при Дональде Трампе, и при нынешнем президенте Джо Байдене. Резкий рост инфляции привел к повышению процентных ставок и удорожанию обслуживания государством своих долгов. Пока эта сумма не влияет на рост экономики, поскольку инвесторы готовы одолживать федеральному правительству. То есть власти продолжают тратить средства без необходимости повышать налоги. Сейчас долг составляет около 101 тысячи долларов США на человека. Согласно опросу, проведенному в прошлом году некоммерческим фондом Питера Петерсона, 84% избирателей считают, что решение данной проблемы должно быть приоритетом. Для президента и Конгресса. Каждый раз, когда мы увеличиваем государственный долг, мы как бы получаем новую кредитную карту с процентной ставкой. Худший способ попасть в финансовые неприятности – это набрать много кредитных карт. Это выглядит, вероятно, хуже, чем есть на самом деле. Но я думаю, поступлений будет достаточно, чтобы покрыть долг, пока экономика остается сильной. Президент Джо Байден и демократы призывали Конгресс повысить потолок без каких-либо условий. В то же время республиканцы отказывались это делать без сокращения бюджетных расходов. В итоге компромисс был достигнут. В июне глава Белого дома подписал законопроект о повышении потолка государственного долга. Теперь лимит будет достигнут 2 января 2025 года. Кризис на южной границе США набирает обороты. Как запчается, в декабре на американскую территорию перешло более 300 тысяч искателей убежища. Это рекорд. При этом это только официальные цифры. На самых загруженных участках устанавливают новые заграждения. Однако они мало помогают. Мигранты в мексиканском Сюдат-Хуарисе погружаются в холодные воды реки Рео-Браво, чтобы добраться до границы с американским штатом Техас. Затем они перебираются через ограждения и массово сдаются пограничникам. Оценить ситуацию на месте прибыл спикер палаты представителей Конгресса Майк Джонсон, лидер республиканского большинства. Он раскритиковал администрацию Джо Байдена за то, что она не только ослабила нынешние миграционные ограничения, но также мешает Техасу самому принимать меры по сдерживанию потока людей. Здесь, в Техасе, губернатор Эбботт сделал больше для соблюдения закона, чем президент. И как отреагировала администрация? Она подала в суд на штат Техас, чтобы тот прекратил усилия по сдерживанию. Она подала на них в суд, чтобы лишить их возможности устанавливать буи на воде и колючую проволоку на остальной территории. Это абсолютное безумие. Власти Мексики, между тем, решили выдать визы мигрантам, направляющимся в США. В основном это люди из стран Латинской Америки. Этот караван сформировался в конце прошлого года. 24 декабря он выдвинулся из южного города Топачула. Мигранты получат гуманитарное разрешение, которое позволит им работать и путешествовать по всей стране в течение года. Я знаю, что многие мигранты, особенно кубинцы, боятся депортации. По словам активиста, визы получат почти 4000 мигрантов. Я правда счастлив. Мы все счастливы, потому что много страдали. Мы живем в нужде, без еды и спим в неподходящих условиях. Мы счастливы, потому что нам дадут разрешение и можно будет ехать на автобусах. Нашим родным больше не придется идти пешком. По оценкам активистов, изначально в этом караване насчитывалось примерно 7000 человек. Сейчас многие отсеялись. Именно на этот эффект надеялись раньше мексиканские власти, когда не выдавали транспортных виз мигрантам. Без документов нельзя ездить на общественном транспорте, а путь через всю страну долгий. Преодолеть его пешком трудно. При этом многие едут целыми семьями, с детьми и пожилыми родственниками. Между тем, в конце декабря в Мексике побывал с визитом госсекретарь США Энтони Блинкин. Он обсудил проблему нелегальной миграции с мексиканскими властями. Стороны договорились активнее ей противодействовать. Один подросток убит, еще пять человек получили ранение в результате стрельбы в школе американского штата Айова. По данным полиции, стрельбу открыл 17-летний ученик этой же школы. Он был вооружен помповым рыжьем и пистолетом. Позже нападавший покончил с собой. В здании школы обнаружено также самодельное взрывное устройство. Его обизвредили саперы. Сообщается, что инцидент произошел до начала занятий, когда в здании было немного учеников. Вероятно, это позволило избежать большего числа жертв. Великобритания уходит под воду. Шторм Хэнк принес в Соединенное Королевство обильные осадки. Люди спешно покидают свои дома, пытаясь по пути спасти уцелевшее имущество. А вот Северную Европу накрыли экстремальные холода. Из-за снежной бури и аномальных снегопадов в ряде стран отменили занятия в школах. Приостановлено движение поездов и автобусов. Снежные штормы накрыли большую часть Швеции, Финляндии, Норвегии и Дании. Сотни автомобилистов застряли на трассах. Их эвакуировали в ближайшие пункты обогрева. У меня диабет первого типа. Это значит, что мне нужно регулярно питаться. А я не делала этого уже полтора дня. Я читала на Фейсбуке, что многие дети в панике. Они не ели почти 24 часа. Я видела несколько машин, когда шла пешком. У них закончился бензин. Транспортный коллапс сопровождался рекордным понижением температуры. Столбик термометра на севере Швеции опустился до минус 38 градусов. Более 4000 домохозяйств остались без электричества. До конца недели метеорологи прогнозируют еще более низкие температуры. Я увидел по будильнику, что электричество отключилось в 4 утра. Я подошел посмотреть, насколько похолодало, а термометр показал почти минус 40 градусов. Единственное, что мне оставалось сделать, это встать и затопить печь. При таких погодных условиях возможны задержки в движении общественного транспорта, отмена поездок, блокирование трасс и закрытие маршрутов. В Молдавском Идеи сообщили, что граждане нашей страны, оказавшиеся в чрезвычайной ситуации, могут обратиться в посольство по телефону или электронному адресу, указанному внизу экрана. Предупреждение действует до 6 января. Тем временем на севере Бельгии сильный ураган разрушил десятки домов. Порывистый ветер сорвал черепицу и солнечные панели с крыш и повредил припаркованные рядом автомобили. Ликвидацией последствий урагана занимаются муниципальные службы. Внезапно стало темно, начал дуть сильный ветер, стоял ужасный грохот. Я подумала, что это гигантский град. Столько было шума. Когда вернулась из кухни, весь сад был полон обломков. Нам нужно время, чтобы привести здесь всё в порядок. Наводнение захлестнули большую часть Великобритании. Эвакуация идёт в Тюрксбери, Бергшире и Ноттингемшире. Люди спешно покидают свои дома. Многие из них уже не подлежат ремонту. Мы собираемся эвакуироваться. Первый этаж уже не пригоден для жизни. Канализация не работает. Скоро и вода будет загрязнена. Отключится электричество. У нас пострадала мебель. Вся бытовая техника. Наводнение в Великобритании – последствия недавнего шторма Хенг. Без электричества в общей сложности остались свыше 10 тысяч домов. В ряде регионов приостановлено железнодорожное сообщение. Бассейн Центра водных видов спорта для Олимпийских игр 2024 года в Париже будет на 90% экологичным. Больше 4000 солнечных панелей, установленных на крыше, будут нагревать воду до 27 градусов. А специальная конструкция бассейна поможет оптимизировать пространство, которое необходимо отапливать и вентилировать. Ожидается, что на этой площадке, рассчитанной на 5000 зрительских мест, проведут соревнования по художественному плаванию и прыжкам в воду. Сейчас бассейн проходит последние технические испытания перед запуском. Это один из самых дорогих спортивных объектов летней Олимпиады в Париже. Его стоимость составляет 175 миллионов долларов. Через 47 лет после смерти легендарный Элвес Пресли возвращается на сцену. Короля рок-н-ролла оживят с помощью искусственного интеллекта. В конце года в Лондоне состоится премьера шоу «Эволюция Элвеса». Зрители увидят на сцене полноразмерную голограмму музыканта, созданную на основе тысяч домашних фотографий и видеозаписей. После концерта в Лондоне пройдет афтер-пати с тематическим баром и рестораном, живой музыкой и диджеями. Шоу также запланированы в Лас-Вегасе, Токио и Берлине. «Эволюция Элвеса» – это первый в мире опыт в проведении концерта, основанный на истории Элвеса. На шоу вы поймете больше об этом человеке, о его культурном влиянии и музыке. Вы совершите путешествие, а именно вернетесь в 50-е, 60-е и 70-е годы и испытаете это на собственном опыте. Путешествие, которое проделал Элвес от маленького городка в Миссисипи до самой большой сцены в Лас-Вегасе. Идея «Живить Элвеса» возникла у организаторов после успеха подобного шоу группы «Абба», где на сцену проецировались голограммы ее участников молодости – аббатары. Отметим, Пресли известен миру прежде всего как король рок-н-ролла. Он записал больше 600 песен, многие из которых стали хитами. На этом выпуск завершен. Хорошего вечера. До встречи в эфире.